привет друзья с вами варчик в этом видео я хочу вам рассказать про такой вот свой универсальный способ как находить хорошие эффективные позиции которые будут эффективны и очень часто практически в каждом бою будут приносить высокие результаты и что немаловажно приносить победы и играть не только себе на пользу но и своей команде погнали карта у нас сегодня актуальная штиль новая карта погнали для начала нам нужно ее разделить пополам чтобы знать за какие пределы нельзя вываливаться на нашей первой начальной позиции далее мы должны посмотреть на карту и понять где чаще всего будут стоять птшки это скорее всего не сильно далеко от базы удобные кусты желательно с укрытиями там обычно они будут сидеть стоять лежать и еще они там еще делают мы должны знать где находятся эти места чтобы не подставляться под них лишний раз далее мы должны подумать где находится фланг для тяжей как они будут ехать чтобы подсвечивать эту перекатку по ним будет отрабатывать арта мы сами от башни сможем не стрелять на различных картах ну и в принципе это очень важно знать где перекатываются тяжелые танки далее отмечают для себя правый фланг как очень нестабильный фланг там много укрытий кустов прострелов все неконтролируемое неизвестно сколько там будет врагов и он очень нестабильный он может иногда дать хороший результат иногда плохой это нестабильно это не для меня и этот фланг разыгрывать на этой карте не буду никогда только в конце боя его можно использовать если такая ситуация в бою подвернется дальше поскольку я в основном играю на ст и лт в принципе на быстрых танках я для себя уже нашел позиции причем сразу же с первых же боев на этой карте я понял куда ехать ехать нужно на центр перекатку тяжей подсвечивать играть от башни это шик подсвечивать стрелять убивать играть от башни завоевывать центр все там аннигилировать наказывать получать море урона по засвету море урона своего и в принципе потом забираться наверх по кишке лазить по палубам кораблей и расстреливать тяжей помогая своим ну и убивая вражеских тяжей выигрывать этот фланг и потом в конце боя действовать по ситуации уже от того что происходит в бою все проблемы позиции которые рассказывают там в своих видосиках остальные водомесы в том что эти позиции они разового успеха сложилась ситуация тебе в ней повезло а вообще какая тактика в бою почему эта позиция классно не классно для чего ее использовать какое развитие у этой позиции непонятно люди это туда там куда-то приехали в непонятный куст куда-то потыкал урона все позиция готова 300 видосиков по одной позиции в релиз для танкистов нужно своеобразный подход им нужно объяснить таким образом чтобы до них дошло я пока делаю гайды я стараюсь это сделать я пару дней думал как вам объяснить как я выбираю свою позицию как я дохожу до своего идеального маршрута как вы смотрели видосики в рубрике идеальный маршрут это не просто так тяп-ляп готова надо еще понять как рассказать человеку чтобы до него дошло а просто приехать в какую-то точку и каждый бой в нее ехать просто потому что я в нее ехал это все хрень посмотрите сколько всяких раков картошки ездит на гору на химмельсдорфе просто потому что еще его прадед туда ездил а на карте лайвокс люди падают под мост просто потому что туда падали все и он туда падает и он каждый бой туда падает не глядя вообще сколько с ним союзников сколько врагов какая ситуация вообще ему все равно он туда падает потому что он туда всегда падает у него нету голове вообще никакой мысли зачем почему при каких обстоятельствах просто он туда едет все и так играют почти все танкисты это печально в голове ничего не происходит абсолютно на своих экранах вы видите бой на т49 на вот реплейс этот реплей максимально подходит к тому что я рассказывал да и реплеев на лт и ст на карте штиль не так уж и много хоть и видно что в этом реплее человек который играл играет не очень технично но нужно отдать ему должное если присмотреться в левый верхний угол то можно заметить что человек который играл этот бой у него было 18-25 fps честно говоря это жесть я даже не представляю насколько у него там дергается экран прицел и все остальное это конечно жуть тем более еще и на легком танке быстром играть но все же какие-то у человека мысли в голове происходили хоть и не сильно технично но на экране он замечал что что-то там происходит там кто-то вылазит тут он куда-то бежал и более-менее нормально отыграл хоть и не идеально конечно но это же ворду то здесь принципе идеальная игра и не требуется пишите в комментариях как вам мой способ как я нахожу свои идеальные позиции на картах понятен ли он для вас либо же нет если задуматься то этот способ он один для всех карт ворду танц за исключением всяких коридорных карт по типу монастыря там просто нет смысла делить карту пополам там две кишки по бокам и посередине хрень все там особо ничего не наделишь ничего не придумаешь ты просто лицом выезжаешь в кишку и бодаешься там все имплей довольно таки тупой разве что на центре там можно по изображать из себя супермена или человека паука если вы поняли о чем я но это все такое а так это для всех карт подходит люди не задумываются где основная перекатка происходит у врагов это очень сильно заметно на карте ласфель люди не думают что если вначале подсветить перекатку тяжей в город можно получить большое преимущество вместо этого на лт люди едут в ущелье и нифига там не делают то же самое на тяжелых танках люди которые играют они не задумываются что их могут подсветить с центра и они никуда не доедут они не едут шире на той же самой карте ласфель они едут иногда вообще вдоль воды хотя им наоборот надо держаться как можно дальше от центра это потому что перед боем у людей ничего в голове не происходит они едут в какую-то свою точку на которую еще их прапрапрадед ездил потому что он туда ездил без каких-либо логических умозаключений просто ехать на какую-то точку это все с вами был варчик играть красиво пока и Субтитры сделал DimaTorzok